Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша, и сегодня ролик для плиткофобов, для тех, кто не хочет плитку в ванной комнате. Что же возможно сделать там, если не плитку? Смотрите, любую ванную комнату, любой санузел можно условно разделить на две зоны. Это зона прямого попадания воды, там, где у вас непосредственно вода, там, где вы душем поливаете, и все остальное. Где у нас может быть влажность, да, особенно если вы любите устроить при принятии ванны хамам, Но все-таки поливать душем вы там не будете. Кстати, если вы не любитель устроить хамам, то есть у вас не бывает прям такой парилки, либо у вас ко всему этому еще и хорошая вентиляция, то, в принципе, в зоне непрямого попадания воды у вас может быть, ну, практически все, что угодно. То есть если у вас нету пара, нету влаги, то делайте там что угодно, хоть обои, хоть краску и так далее. Но в зоне прямого попадания воды у нас все же должно быть что-то такое, что у нас эту самую воду выдерживает. И первый очевидный вариант – это плитку делать только в зоне прямого попадания воды. Я думаю, что тут я ни для кого открытия не сделала, этих вариантов очень-очень много. Но тут возникают проблемы. Первая проблема – это с точки зрения эстетики и зонирования, да. Когда у нас есть четко выделенные зоны, у нас там душевая в нише четко выраженной, или, например, для ванны ниша тоже четко выраженная, там это сделать легко. Но в ситуации, когда у нас там кусочек, сям кусочек, это все как-то одно в другое переходит, зачастую красиво это сделать, ну, достаточно сложно. Плюс возникают вопросы с торцами, с примыканиями, с цветовыми сочетаниями. Если это маленький санузел, чтобы это не выглядело как заплатка, да, чтобы это выглядело единым фоном и так далее и тому подобное. Ну и опять же хочется чего-то такого неочевидного, потому что есть люди, которых плитка бесит даже только в одной единственной зоне прямого попадания воды. Следующий пункт – это использовать плитку, которая не похожа на плитку. Потому что если вам не нравится плитка в санузле, скорее всего, она не нравится вам, ну, с точки зрения эстетики. Вряд ли она не нравится вам потому, что, типа, слишком легко ее мыть, мне нужно побольше сложностей, я хочу решать побольше проблем. Не нравится она вам только своей эстетикой. Так вот, сейчас у производителей очень много плитки, которая на плитку совершенно не похожа. Если вы посмотрите, что нам показывают мировые производители на международных выставках, то очень часто, вот даже мы, когда были, ты подходишь на стенд и такая смотришь, и ты понимаешь только, что это плитка только потому, что ты как бы на выставке плитки. Ну и как бы вряд ли на выставке плитки тебе покажут обои. Но все равно подходишь, лишний раз перепроверяешь, щупаешь – это точно не обои, это точно натуральное дерево, потому что производители научились имитировать очень хорошо и ткань, и дерево, и, мне кажется, практически все, что угодно. Если эта плитка еще большеформатная, то есть у вас швов не видно, да, то есть у вас прямо чуть ли не одна плитка на всю стену, ну или две, то имитация полная. Можно использовать такой вариант. Правда, есть один, ну, как сказать, для кого-то небольшой, для кого-то это прямо-таки огромный и критичный недостаток. Как правило, эта большеформатная плитка, которая не похожа на плитку, стоит весьма и весьма недешево. Хотя на самом деле, помимо большеформатной плитки, ну, если вы такой, вам нужен пограничный вариант, вы не хотите прям скрыть, что у вас не плитка, вы просто хотите более такую домашнюю эстетику, да, то сейчас вообще обойная тематика в тренде в тренде и очень многих фабрик. Есть плитка вполне себе удобоваримого, укладываемого формата, потому что в большом формате, помимо цены, еще какая проблема? Это цена за доставку, его сложнее доставить. Это обрезки, потому что вам никто не продаст именно кусочек вашего размера, вы купите большой формат, и, соответственно, обрезков будет больше. Это более дорогая укладка, потому что действительно его укладывать сложнее. Так вот, вернусь, да, обойная тематика сейчас в тренде, и, соответственно, вариантов плитки, да, вы будете видеть швы, вы будете видеть, что это плитка, да, вы это не скроете, но, тем не менее, эстетика будет более домашней. Этой обойной тематики очень-очень много у многих разных производителей. Идем дальше. Никто не мешает вам совместить первый способ и второй способ. То есть в зоне прямого попадания воды использовать плитку, не похожую на плитку, даже тот же самый большой формат, если вы его сделаете только в зоне ванны или душа, обойдется вам дешевле, чем если вы его сделаете по всей ванной. Называется мысли, капитан, очевидность. А все остальное сделать чем угодно. Следующий пункт – это микроцемент или декоративная штукатурка. Когда меня спрашивают, можно ли использовать декоративную штукатурку в зоне прямого попадания воды, я обычно отвечаю вопросом на вопрос, смотря какой микроцемент и смотря какую штукатурку вы хотите использовать. Потому что дело в том, что декоративная штукатурка, а микроцемент – это, по сути дела, тоже вариация декоративной штукатурки, это такое очень общее понятие, и среди них есть материалы как такие вот нежные, боящиеся воды, так и, в общем-то, такие, которые не боятся совершенно ничего, в том числе и душа. Например, у нас вот там вот сзади микроцемент и покрытие, которое, в принципе, можно поливать водой. Мы тут в офисе ничего водой не поливаем, но на московском объекте я сделала точно такую же декоративную штукатурку или микроцемент, и, в общем-то, поливать его водой можно. Уже начали поливать, можете следить. Я думаю, что и через год, и через два ничего ему не сделается. Также есть опыт у моей подруги, у которой санузел душевая с микроцементом уже, ну, в общем, много-много лет, и тоже с ним ничего не делается. То есть тут лучше обратиться к производителю и задать конкретный вопрос. Мне нужен материал, который можно поливать водой. У каких-то производителей его не будет, а кто-то вам предложит вполне себе удобоваримые варианты. Они могут быть разные по цене, я не буду сейчас тут рассказывать о конкретных производителях, иначе нам придется этот ролик регистрировать, писать тут этот код рекламы и прочее-прочее. Вы же знаете, что у нас сейчас вышел закон о рекламе, и что он накладывает определенные ограничения на блогеров, потому что, да, есть реклама-реклама, и мы честно ее метим, но даже если это нифига не реклама, и вы меня спрашиваете, расскажите о конкретных, о какой-то артикул, что типа не просто микроцемент, а какой микроцемент, я не могу вам этого сказать, потому что кто-то обязательно решит, что это реклама, а это значит, что вам нужно это все регистрировать, метить, отчитываться, причем непонятно почему, потому что рекламного договора нет. В общем, короче, обращайтесь к производителю, говорите, задаете конкретный вопрос, мне нужно поливать водой. У каких-то производителей это есть, у каких-то нету, какие-то производители стоят дороже, какие-то производители стоят дешевле. Короче, как-то так. Главное, что абсолютно точно такие материалы существуют, и я о них знаю, но вам не скажу Следующая, опять мысль капитана очевидность В принципе, все, что не боится воды, вы можете использовать в зоне прямого попадания воды Все материалы абсолютно, которые вы можете поливать водой, вы можете прикрепить там, где у вас душ Это могут быть различные уличные материалы То есть, если у вас какая-то штукатурка, какие-то панели, все что угодно, пригодные для использования на улице То это вы можете сделать и в своей ванной комнате Кто-то может, конечно, возразить, что есть уличные материалы, которые что-то там выделяют И поэтому их можно использовать только на улице, там, где все проветривается А в замкнутом пространстве они выделяют этих вредных веществ так, что мы все умрем Такие материалы не используйте Используйте, понятное дело, материалы хороших, надежных производителей У которых все нормально со всеми там выделениями, исследованиями, обследованиями, сертификатами и все такое прочее Не все уличные материалы уличные только потому, что они в замкнутом помещении всех упьют Нет, какие-то именно из-за своих характеристик, что их может поливать дождик А если их может поливать дождик, значит, вы их можете поливать и из душа Кстати, это касается не только материалов, но и светильников Потому что те светильники, которые можно использовать на улице, которые могут стоять под дождиком Они могут стоять в вашей ванной комнате Кто-то пишет, что уличные светильники стоят дороже, но, во-первых, у нас тут разговор не о самом дешевом, а о том, что можно нельзя Мы далеко не всегда делаем интерьеры, основываясь только на самый-самый дешевый вариант Вы не поверите, сколько существует дорогих светильников, супердорогих светильников, очень дорогих светильников, которые мало того, что домашние, так еще и очень хрупкие, на которые, не знаю, дышать нельзя Но, тем не менее, люди их все равно покупают Возьмите, не знаю, люстры из муранского стекла Вообще не самая практичная вещь, не самая дешевая Тем не менее, их ценители, любители есть, и я их, в общем-то, прекрасно понимаю Ну и не говоря о том, что, например, когда дело касается торшеров, то торшеры для улицы есть Да, они достаточно дорогие, но торшеров специальных для ванных комнат их просто нет А говорить, что что-то дорого по сравнению с тем, чего нет, ну, наверное, странно Оно, может, дорого, может, дешево, фиг поймешь, потому что другого просто не существует А так вы можете использовать уличный торшер у себя в ванной комнате У меня такой стоит, очень круто, здорово Дальше, где у нас еще присутствует вода? В банях и саунах Соответственно, если вы хотите дерево, натуральное дерево у себя в ванной комнате Да, то вы можете использовать то дерево, которое применяется в саунах То есть сауна со всего-то же делают То есть все эти дощечки, посилочки, вот эти вот, как они называются-то, коврики деревянные В общем, короче, все это вы можете использовать и у себя в санузле Причем, если вы будете искать какие-то экзотические породы, там, тик, еще что-то, да, то это будет стоить достаточно много Но если же вы зайдете в отдел для бани-сауна где-то там в строймаркете, либо на маркетплейсе наберете там что-нибудь для бани-сауны Не что-нибудь для бани-сауны, а какой-то конкретный предмет То вариантов будет намного больше Соответственно, все это можно использовать Дальше затрону еще одну проблематику Дело в том, что когда мы избавляемся от плитки в ванной комнате, мы еще избавляемся и от швов В общем-то, и цель избавления от плитки зачастую в этом и есть, чтобы избавиться от швов Потому что швы дают вот эту самую плиточную эстетику В самом начале я сказала, да, что если мы используем большой формат, то как будто бы у нас плитка перестает быть плиткой Но какая может быть проблема, да, мы же хотели избавиться от швов Дело в том, что в швы мы часто прячем люк Вот эти вот все скрытые лючки, они как раз делаются таким образом, чтобы вот эта вот щель люка четко попадала в шов Там даже есть определенные там нюансы, как сделать, чтобы они были совсем невидимые Типа там сделать силиконом, прорезать, подклеить, потому что, ну, просто щель, она же темная Затирка у вас может быть там какая угодно, светлая, цветная и так далее Так вот, существует масса ущерений, чтобы скрытый люк сделать действительно скрытый Но так или иначе, скрывается он за счет швов А если нет швов в плитке, то шов скрытого люка будет нифига не скрытый и очень видный Что делаем? Первый вариант. Думаем заранее и располагаем люк так, чтобы мы могли его прикрыть Не сначала делаем, а потом прикрываем, а сначала прикидываем, где у нас будет красиво смотреться декор Например, картина или зеркало, и на это место стараемся перенести техзону Ну и, соответственно, потом этот люк красиво, замечательно у нас скрывается за картиной или зеркалом Дело в том, что сантехник, который на самых первых этапах у вас зашел на объект Он понятия не имеет о том, как вы хотите повесить картинку И, в общем-то, этого не должно касаться Но если вы ему зададите конкретный вопрос Можем ли мы коллекторную группу разместить вот в этих вот границах? Объясните и дадите ему это как ТЗ То с большей долей вероятности он, в общем-то, с этой задачей справится Да, если же такого ТЗ не будет, то он сделает это либо как удобно Либо постарается это сделать максимально компактно где-то в углу Потому что в большинстве случаев его просят сделать это максимально компактно в уголке Чтобы это, ну, как-то, в общем, было не посередине стены А когда вы размещаете картину, то, как правило, ее мы хотим разместить как раз-таки посередине стены А не куда-то загнав ее в угол В этом, в общем-то, и разница Размещение люка скрытого, который мы хотим где-то сделать так, чтобы эти швы особо не бросались в глаза И люка, спрятанного за картиной Когда мы хотим, чтобы эта картина потом была на самом видном месте Но есть еще один способ, как избавиться от этого некрасивого даже скрытого люка Перенести его Перенести его с изнанки Если у вас санузел ограничен, например, с прихожей То вы можете развернуть всю эту коллекторную группу кранами вот туда, в сторону прихожей И доступ сделать с той стороны И там уже прикрывать либо зеркалом, либо делать этот люк с доступом через шкаф, либо как-либо еще Да, у нас бывает такое, что у нас санузел ограничен вент-каналом, да И там у нас дальше какая-нибудь кухня или что-то еще Не везде это возможно Но, тем не менее, в достаточно большом количестве ситуаций У нас санузел границы граничен или с прихожей, или с какой-нибудь гардеробной, или еще где-то Где вот эта вот дверца, даже абсолютно не скрытая, никак не будет влиять на эстетику То есть, если у вас эта дверца где-то за вашими там куртками, шубами, это не так критично Или, как вот мы сделали на московском объекте Там у нас это огромная дверь, огромный доступ, но он весь прикрыт вот этим самым зеркалом в полный рост, который располагается в прихожей Соответственно, санузел у нас идеально чистый Единственное, что опять-таки об этом сантехник должен знать на самых первых этапах Чтобы все вот эти вот краны и фильтры, которые нужно там периодически включать, выключать, смотреть и все такое прочее Были развернуты в нужную сторону, а не с изнанки Вернее, были развернуты наизнанку, потому что изнанка становится лицевой стороной Ну все, как-то так мы избавились и от плиточной эстетики, и от плиточных швов, и от различных щелей Напишите, что вас еще пугает в вашем интерьере, может вы не хотите кухню на кухне или еще что-то Постараемся найти этому решение Увидимся, пока-пока